Всем привет, еще раз. Меня зовут Дима, я разработчик в компании Nix Solutions, я JavaScript разработчик. Ну, собственно, да, как уже сказал Леша, если вас интересует, что я здесь забыл со своим JavaScript, то ответа на этот вопрос у меня тоже нет. Тут есть немножечко моего твиттера, и еще, помимо работы, я стараюсь контрибьюдить в Open Source. Я контрибьютор Material UI, кто, может, работал с ним, создатель Material UI пикеров, это самый популярный сет контролов для работы с датой и временем. Также люблю Formic и 18next. Но сегодня мы поговорим с вами про продуктивность, про бизнес-продуктивность, как это модно сейчас называть. И хочу сначала немножечко, чтобы мы вошли в одну систему координат, что такое вообще бизнес-продуктивность. Ну, соответственно, логично, что бизнес-продуктивность стоит рассматривать с точки зрения заказчика, не с точки зрения разработчика. И вот здесь есть такой сложный график, где мы будем как-то отображать потребности заказчика. Тут есть надежность, скорость и стоимость разработки. Каждый проект, который мы делаем, который мы пишем, он так или иначе располагается где-то внутри вот этого треугольника, и то, к чему мы стремимся, обычно нивелирует остаточный вариант. Ну, то есть, собственно, все довольно логично. Если вы можете предложить и быстро сделать надежный код, то о цене мы можем договориться, соответственно. Ну, и из этого… Ой-ой-ой. И, собственно, из этого мы можем сделать тоже довольно очевидный простой вывод, что если вы делаете, если вы деливерите быстрее и надежнее, чем другие разработчики, то и стоить вы будете дороже. Да, но, собственно, стоить дороже все хотят. Поэтому я задумался о том, как можно оптимизировать, как можно сделать свой workflow продуктивнее, и вот родилась эта лекция. Немножечко отличемся. Раздвоение личности. Вот я уверен, что в каждом из нас, в том числе и во мне, живет на самом деле два разработчика. Первый разработчик — это, знаете, такой рубаха-парень, человек-оркестр, он готов делать все. Вот он всегда берет все тикеты, вот он, знаете, всегда читает acceptance-критерия во всех тикетах. Он обязательно… Он ярый приверженец ТДД. Нет. И вообще молодец. Вот к нему нужно стремиться. А второй — он ленивый и пишет код на JavaScript. И я не говорю о том, что вот этот вот ленивый разработчик внутри нас, он плохой. То есть вот не ленитесь писать код, и вы будете писать, вы будете делать это быстрее. На самом деле это неверно. Есть такая цитата, наверное, все ее когда-нибудь слышали, о том, что… Цитата Белогейтса, что я найду себе для выполнения сложной работы ленивого человека, потому что он найдет самый рациональный способ это сделать. Да и черт побери, это работает. Потому что именно вот та праведная лень внутри каждого из нас, она помогает нам не делать лишние работы. Она заставляет нас не писать код два раза. Она заставляет нас проверять код, чтобы потом не фиксить какие-то странные баги. Она заставляет нас делать такую архитектуру, чтобы потом не было болью в одном месте добавлять какой-нибудь контрол в какую-нибудь модалочку, например. И вот, собственно, вот этому всему, как достичь того консенсуса между вот этими двумя разработчиками, чтобы писать наиболее продуктивный код, будет, собственно, и посвящена моя лекция. И сегодня вот поговорим, сначала поговорим про самое банальное, про инструментарий, про то, с чем мы сталкиваемся каждый день, когда работаем с кодом. Вообще, вот поднимите сейчас руки, кто пишет с помощью Visual Studio Code. Ой, хорошо, что вас много, а то бы мне пришлось поменять, потом заменить все свои упоминания VS Code на во всех современных IDE. И я недавно наткнулся на такую статью на Хабре, которая называлась «Как Vim покорил мое сердце». И там разработчик рассказывал про плюсы Vim, как использование его в своем повседневном разработке кода, то есть как в своей основной IDE. Я не знаю, связана ли любовь к Vim с картинками из аниме в его статье и с примерами кода на C, но, собственно, эта статья вызвала у меня такую бурю эмоций, потому что на самом деле, вот если брать двух разработчиков, один из них будет напрямую использовать все современные возможности IDE и взять разработчика, который не делает этого, скорость поддержки кода, особенно вот того незнакомого кода, которого мы все не любим, она действительно очень сильно уменьшается. Вот сейчас поднимите руки, кто когда-нибудь дебажил Node.js, ну, бэкэнд на ноде консульлогами или вот любой другой бэкэнд. Не стесняйтесь, мы все здесь такие. Мы все грешим понемножечку. Вот вам тогда знакомо вот, что здесь написано. Но это ведь ужасно. Это ужасно неудобно. Это ведь ужасно неудобно. Вообще видно, да? Наверное, видно. Неважно. Это ведь ужасно неудобно в этом всем разобраться. Конечно, дебажер, дебаггер, лучшим способом дебаггинга всегда был и остается долгий и пристальный взгляд, но когда у нас появляются современные инструменты в виде дебаггера в Visual Studio Code или, например, в WebStorm тоже отличный дебаггер, мы получаем действительный буст в производительности, и дебаггинг каких-то сложных вещей не доставляет нам такой вот боли сильной. Собственно, еще один пример того, как можно оптимизировать свою работу. Вот просто надо посмотреть. Это стандартная процедура открытия файла в файл-экспрорере нашего проекта. Ну, как бы ничего особенного. Вот на этом моменте, в принципе, можно было закончить лекцию, встать и уйти. Но на самом деле, вот давайте немножечко посчитаем. Все цифры строго субъективны, и в среднем я так, как я думаю, что открывать файл из проводника, это занимает где-то 4 секунды. Из поиска, из умного поиска, 1 секунда в среднем. И в итоге получается, что, когда мы открываем 400 файлов в день, мы тратим на лишних 20 минут. В год получается 80 часов. А 80 часов — это на минуточку 2 рабочие недели. Вот, собственно, и вспомните, когда вы в последний раз не успевали сдать проект, 2 недельки вам не хватило. Вот, собственно, они здесь. Вы прооткрывали файлы 2 недельки. Да, это действительно звучит, как какие-то придирания к цифрам, но на самом деле есть очень много моментов, как можно оптимизировать. Я сегодня как бы не планировал рассказывать про все фишки и плюшки Visual Studio Code, или любого другого эдитора, но важно понимать, что никто не научит и не заставит разработчика пользоваться своим инструментарием быстрее. То есть я сейчас объясню, что я имею в виду. Вот представим, у вас есть проект, который использует WebAssembly. Вот так или иначе вы научитесь использовать WebAssembly, потому что вот у вас ситуация, жизнь подставила в эту ситуацию, скажем так. Но писать код быстрее нужно учиться самому, чтобы стать быстрее, чтобы продавать себя дороже буквально. И на самом деле есть много вариантов, как можно прооптимизировать себя, поэтому мы не будем сейчас об этом говорить, потому что это очень много времени займет. Но возникает тогда вопрос, как вообще узнать о том, о фишках вот этих вот редакторах, о том вообще, как можно улучшить свою производительность в сфере написания кода, поддержки его. И мой ответ — это Twitter. Сегодня вот на самом деле я пытался найти какие-то другие вот up-to-date инструменты, точнее не инструменты, а то, откуда можно достать информацию, важную для разработчика, и для JavaScript-разработчиков в JavaScript-стеке. И это оказался Twitter. Twitter на самом деле сейчас является, наверное, самым популярным инструментом, если вы хотите отслеживать любые нововведения. Потому что в Twitter они форсятся быстрее, чем их применяют создатели проектов. То есть обо всех новых фичах VS кода, обо всех новых фичах фреймворков всегда делают посты в Twitter. И это действительно очень интересно. Если вы не пользуетесь Twitter, вам советую этим начать, начать это делать. Есть еще один проект, проект, который я вот честно терпеть не могу, но который вот все чаще и чаще используется во всех современных, становится стандартом, чаще и чаще используется во всех open-source проектах. Вот как вы думаете, вот что это такое? Есть у вас такие вещи? GitHub? Ну ладно, хорошо. Это не GitHub, это Priter. Вообще, знаете, что такое Priter? Кто пользуется Priter? Поднимите, пожалуйста, руки. Priter — это на самом деле такая умная система автоформатирования кода, у которой нет настроек. У Priter всего пять настроек. Это вставить точки запятой или нет, использовать одинарные кавычки или двойные. И вот он форматирует ваш любовно написанный трефакторенный код так, как нравится создателям Priter. И вот я с этим смириться так и не смог. То есть использовать Priter на линд-стейджет в реальных проектах, ну то есть не в open-source проектах, я не могу, потому что вот меня это расстраивает очень сильно. Но у Priter есть одна очень классная особенность. Когда вы пишете код с использованием Priter, вы больше не задумываетесь над тем, как бы отформатировать этот код, чтобы это выглядело красиво. Вы просто пишете код, зная, что все равно это все испоганит этот чертов Priter. И это на самом деле очень круто, когда вам не нужно писать гигантские такие стайл-гайды в проект, чтобы потом на ревью четко, долго смотреть, всматриваться в код, чтобы все отступы были соблюдены. Вы просто используете Priter. Это круто. Кстати, я все-таки использую Priter, я вам наворал, но я использую его как замену автоформатора в S-коде. Я могу просто шорткатом запускать Priter на конкретный файл. И потом, если мне не нравится, я подфикшу это, как я вижу этот код. Это на самом деле тоже… Об этом немногие знают, но это тоже очень удобно. Собственно, continuous integration. Все любят continuous integration и continuous deployment. Все говорят про continuous integration и continuous deployment. А если вы не любите и не говорите про него, то как бы нужно полюбить и поговорить. Потому что continuous integration – это действительно вещь, которая, если вы пишете код в команде, она очень сильно помогает вам ничего не наломать. Быстрее, чем правильнее у вас организован continuous integration, тем быстрее вы узнаете о том, что в вашем коде что-то пошло не так. И это действительно круто. Contious deployment позволяет вам забыть про deployment, про вот эти вот… Вася, задеплой на QA, пожалуйста. И вы там отвлекаетесь, идете деплоить на QA, теряете контекст, потом входите. Это все очень неприятно. Ну, и сегодня про continuous integration, в принципе, хорошего уже наговорили. Я хотел бы рассказать про плохое. Continuous integration не должен быть долгий. Вот здесь вот в примере, я не знаю, видно или не видно, джоба идет 55 минут. То есть вот представьте себе, вам нужно 55 минут ждать, чтобы сбилдить ваш пулдер-реквест, чтобы его заопровали. Это действительно неудобно. И на самом деле, вот по моим личным оценочным суждениям, когда разработчик, когда нужно ждать билда пулдер-реквеста дольше, чем ты можешь сходить, взять, сделать кофеек и вернуться обратно, это плохой CI. Потому что разработчики начинают мудрить, они начинают комбайнить две функциональности в один пулдер-реквест, чтобы просто долго не билдить. И важно оптимизировать CI. Это можно сделать, на самом деле, очень просто распоролевая джобы. Можно очень много добиться производительности CI. И еще два слова буквально про CI. Очень важно, чтобы тот бенефит, который мы от CI приобретаем, то время, которое мы приобретаем, используя CI, чтобы оно не было больше того, который мы тратим на его настройку. Потому что когда ты начинаешь настраивать continuous integration, у тебя всегда есть желание какое-то закопаться в этом. То есть настроить автоматический репорт по код-коверейджу, чтобы он делал комменты в ваш пулдер-реквест, говорил, сколько там у вас процентов коверейджа увеличилось или понизилось. Сделать каждый автодеплой конкретного коммита на конкретный сервер, чтобы можно было проверить это. Но в большинстве случаев, на самом деле, вот такие вещи не нужны, а их нужно саппортить. И когда у вас в 15-й раз отваливается continuous integration, автодеплой конкретного коммита, а вы использовали с этой фичей один раз, вы понимаете, что это вам было не нужно. Тестирование. Тестирование — это, на самом деле, мой любимчик сегодня. Тестирование в JavaScript. Скажите мне, кто реально пишет тесты на JavaScript, и он рад этому? Вот очень важно, чтобы он был рад. Немного, да? На самом деле, это действительно проблема, потому что я сейчас долго думал, почему так происходит. У меня был конкретный вопрос, почему это так происходит. И если задаться этим вопросом изначально, вот если пойти в корень, то мы увидим, что классическая пирамида тестирования, которой, наверное, все знакомы, снизу у нас unit-тесты, посредине integration, и сверху у нас end-to-end. Она немножечко не работает для JavaScript, потому что, по сути, JavaScript — это про UI. То есть у нас… Вот у меня есть такие подозрения, я не знаю, но мне кажется, что вот эта пирамида тестирования появилась тогда, когда UI, в принципе, особо-то не было, были только какие-нибудь бэкэнды или какие-нибудь сервис-приложения. Вот если бы у меня был выбор того, что вы могли бы вынести из этого доклада и запомнить это, я бы выбрал этот слайд, и вот UI-компоненты — это не юниты. Ну, серьезно. Я чаще и чаще замечаю, что разработчики покрывают UI-компоненты unit-тестами. Да, это абсолютно примерно бесполезно, потому что реально unit-тесты на компоненты… Сейчас, да, дисклеймеры. Под unit-тестами на компоненты я имею в виду shallow-рендерер. Во Vue, в Angular и в React есть вот аналоги shallow-рендерера, которые не рендерят вглубь. То есть они рендерят ваш компонент, и если ваш компонент рендерит какой-нибудь другой кастомный компонент, тот компонент отрендеривается не будет. Вот. Они делают вот такую вот оболочку unit-тестирования. В чем проблема? Проблема в том, что компоненты, они напрямую зависят от того, что рендерят их children. Вот сейчас я… То есть немножечко абстрагируемся от вообще вот этого вот примера всего с компонентами. И вполне очевидно, что вот этот тест абсолютно бесполезен. Чуть более чем. Мы просто вызываем функцию и проверяем, что эта функция вернет результат, который вызвала эта же самая функция с теми же самыми аргументами. Пример немножечко посложнее. У нас здесь переменные, и мы передаем эти переменные функции сумм, и проверяем, что результат вызова функции будет суммой этих чисел. Уже сложнее, но на самом деле это тоже не хороший вариант. Это тоже плохо. Потому что мы, по сути, в выражении to be, внутри выражения to be, мы просто повторили реализацию функции сумм. На этом примере это не очень, наверное, очевидно и немножечко даже утрировано, но когда у вас функция содержит много или какую-нибудь сложную бизнес-логику, если мы пытаемся повторить реализацию этой функции снаружи, у нас тесты приобретают плохой характер. Они начинают каждый раз ломаться, когда мы что-то меняем в этой функции. И, собственно, третий вариант. Третий вариант тоже плохой. И здесь у нас функция вызывает аргумент, передается функцию в два аргумента. Это функция предполагается, но на самом деле абсолютно неважно. Эти a и b, они могут, например, импортиться откуда. Просто здесь так сделано для удобства, к примеру. И мы проверяем, что функция call functions просто вызывает эти две функции. В принципе, тоже на первый взгляд кажется, что ничего такого. Но на самом деле, если функция call functions не будет работать правильно, если не будут правильно работать функции a и b, она напрямую зависит от результата работы внутренних функций. Почему так плохо тестировать? Потому что если функция a и b сломается, мы никак не узнаем, вот в этом тесте, мы никак не узнаем то, что эта функция неправильно работает, потому что мы все вокруг замокали. Поэтому вот сейчас в продолжении этого рассмотрим пример с React-компонентом, который мы хотим покрыть тестами. Это пример абсолютно стандартный. Модалочка, state. Мы хотим по клику открыть модалочку, по клоузу, по клику на бэкдроп закрыть ее. Ничего сложного. И вот мы пишем такой вот тест. Наш shell, наш юнит-тест на этот компонент. Мы хотим проверить, что у нас модал-дайлог закрывается. Для этого у нас есть один вариант. Мы можем напрямую достать из модал-дайлога props on close и вызвать его. И проверить, что все закроется. В принципе, на первый взгляд тоже кажется, никаких в этом проблем нет. Проблемы начинаются тогда, когда модал-дайлог поменяет свою реализацию. Представьте себе, обновился NPM-пакет. Или это, собственно, ваш кастомный модал-дайлог, и вы просто поменяли его реализацию. И теперь метод on close называется on request close. Этот тест будет проходить и дальше. И в этом вот самая большая проблема. Потому что вот этот тест, он не проверяет того, что ваш модал-дайлог работает. Напротив, если мы поменяем переменную из open, тест упадет. Вот, собственно, мы хотим, чтобы наши тесты проверяли, действительно ли работают наши приложения. Перепишем это на mount. Пример тоже абстрактный, утрированный. Но теперь мы, чтобы закрыть нашу модалочку, открываем, кликаем по какому-нибудь бэкдропу, по элементу бэкдроп. И вот чудо, меняется реализация, тесты начинают падать. Меняется внутренняя реализация компонента, тесты продолжают работать. Да, это то, что мы хотим достичь. Мы хотим, чтобы, когда мы рефакторим код, наши тесты не нужно было менять, они не падали. Но когда мы пишем, когда мы что-то ломаем, обновляется что-то, мы хотим, чтобы тесты действительно сказали нам о том, что, чувак, у тебя здесь что-то упало. Еще один, еще то, о чем я хотел бы сегодня сказать, это ковередж, это не показатель покрытия юнитестами. У меня вот здесь есть такой вот SH-скриптик. Не спрашивайте, откуда он у меня, но он нагенеривает 60% ковереджа на любой React-проект. На самом деле довольно полезно, когда вы продали заказчику 80% ковереджа, а узнаете об этом за два дня до дедлайна, но пользы не приносит абсолютно никакой. Потому что ковередж — это всего лишь то, сколько строк в вашем проекте вызвалось, то количество строк кода, которые были вызваны во время пробегания тестов. Когда ковереджа мало, это говорит о том, что проект покрыт плохо юнитестами, но когда ковереджа много, это не говорит о том, что проект покрыт юнитестами. Хорошо. Не юнитестами, а просто тестами. Еще одна вещь, о которой я хотел бы сказать, что в JavaScript вообще комьюнити почему-то очень недооценивается N2N-тестирование. Но вот, собственно, слайд говорит сам про себя. Мы должны, если мы хотим говорить про надежность, если мы хотим сказать, что мы знаем, что этот код работает, а мы хотим от тестов, мы хотим запустить тест и быть уверены, что наш код работает на какие-то 80 абстрактных процентов. И поэтому мы должны использовать N2N. Расскажу реальную историю. Сломался как-то раз у нас в проекте Popper. Это такая штуковина, которая рендерит тултипы. И вот вдруг случилась такая штука, что все элементы, у которых Z-индекс меньше 100, они стали скрыты за невидимым overlay. То есть юзер просто банально на них кликнуть не мог. И проблема в том, что никакие тесты это не отловят, кроме N2N. N2N-тесты, они напрямую запускают флоу пользователя, они открывают реально браузер, реально набирают код на клавиатуре, когда не код, а текст на клавиатуре, который вводится в input, кликают по реальным элементам, то есть если он будет чем-то перекрыт, тест не сможет кликнуть. И вот это очень круто. Единственная, собственно, проблема юнит N2N-тестирования, это то, что N2N-тесты занимают много времени. Особенно тоже, как одно из самых главных правил тестирования, что ваши тесты не должны идти долго. Никто не будет запускать тесты, если они идут два часа. То же самое, кстати, с CIM. Поэтому у нас происходит вот такой вот компромисс. Мы пишем мало юнит-тестов, потому что юнит-тесты не очень сильно помогают в скопе UI. Мы пишем много интеграционных тестов, которые помогают нам понять, что наше приложение работает, содержит все негативные проверки. И мы пишем N2N-тестов не так много, чтобы проверить, что наше приложение действительно работает и работает для настоящего пользователя. Про статические, про вот эту подставочку для трофея поговорим чуть-чуть попозже. А сейчас вот о наболевшем. Никто не любит писать тесты. Вот это тоже на самом деле большая проблема. И вот у меня, в принципе, вот людей, ну как бы можно понять человека, который не любит писать юнит-тесты. Представим себе стандартного разработчика. Вот он получил какую-нибудь абстрактную задачу. Он написал код. Вот он любовно написал код. Ему этот код нравится, он работает. Он сделал pull-request и уже готов как бы сдать эту фичу, эту story. Но вдруг оказывается, что злой темлит пришел и говорит, напиши тесты. И этот вот разработчик в гордом одиночестве разворачивается и идет с грустью писать эти самые юнит-тесты. И вот проблема в том, что в этот момент включается тот самый ленивый разработчик, который не хочет этого делать. Потому что каждый разработчик в какой-то мере с любовью относится к своему коду. И проверять его на какие-то, на то, что он не работает, ну как-то это никому не нравится. Что же можно с этим поделать? Test drive and development. Вот по моему опыту, когда говоришь... Сегунду. Когда JavaScript разработчику стандартному фронтендеру начинает рассказывать про TDD, у него начинает звонить телефон, болеть кошка, появляются срочные неотложные дела. Но сегодня я попрошу вас выслушать. Представим себе стандартный пример. Для простоты мы будем использовать backend, который у нас написан на ноде. Тест у нас, соответственно, на JavaScript. И вот стандартный крут для юзера. Стандартная задача, простой крут, create, delete, update, неважно. Вот так примерно выглядят тесты, которые стоит написать для того, чтобы реально проверить, что наш код работает. Эти тесты поднимут реально приложение, они запустятся на сервере и будут действительно проверять то, что наш код работает. Разработчик, который приходит, он начинает делать немножко непродуктивную вещь. Он идет в свой любимый растапиклиент, открывает постмен, героически получает каждые 10 минут токен, чтобы ничего не падало. И заканчивает написание фичи, потом просто делает гениальнейшую вещь. Он разворачивается и идет писать вот эти вот тесты. И вот, собственно, посыл в чем? Посыл в том, что большое количество кода можно проверить просто юнит-тестированием. Да не юнит-тестированием, а просто тестированием. Я по привычке заговариваюсь. Много кода. На самом деле, особенно с бэкэндом, это очень очевидно, потому что любой бэкэнд — это чисто код. UI, он все-таки в основном зависит от того, как все-таки это выглядит для реального пользователя, поэтому не проверять UI-код мы не можем. Но тестировать UI-тестами тоже можно. И нужно тестировать тесты. Тестировать тестами. Тоже расскажу историю. Был у нас тоже проект, на котором он был довольно сложный. И задача этого проекта являлась как-то реагировать на изменения систем в реальном времени. Проект под NDA. И вот, собственно, буду объяснять, как могу. И для проверки, для тестирования этого проекта были созданы такие подставные агрегаторы этих изменений, которые генерили определенные ситуации с разным промежутком времени. То есть, например, определенный код можно было воспроизвести, например, раз в 45 минут. И вот как бы абсурдно сейчас это ни звучало, но разработчики ждали 45 минут, чтобы воспроизвести какой-то кусочек кода. И проблема в том, что тогда абсурдным это не казалось. У нас это был уже конец проекта, были такие баги, и казалось, что малой кровью можно отделаться, просто подождать 45 минут. Ну, не убудет же. Но вложиться в четко настроенные тесты, которые удобно использовать, и которыми можно воспроизвести любой код в вашем приложении, вы можете очень сильно оптимизировать процесс разработки. И когда вы тестируете код с помощью ваших тестов, у вас нет вот этой проблемы того, что вам нужно возвращаться, опять идти и тестировать ваш код. Вы убираете ручную проверку. Это очень круто. Вернемся теперь к статическим тестам, к основанию этого трофея. И под статическими тестами в данном этапе я подразумеваю статическую типизацию. Все любят статическую типизацию, да? Нет. Никто не любит статическую типизацию. На самом деле это тоже неправда. Я не устаю цитировать фразу с Framework Days конференции, что JavaScript комьюнити делится на два типа людей. Те, кто понимают, что нам иногда нужна статическая типизация, и те, кому нет 22. Это, конечно, немножечко утрировано, но классический пример. У меня есть функция, которая мигрирует из проекта в проект и проверяет из equal на два объекта на дип-эквальность. Она идет по всем свойствам, и если видит внутри объект, она вызывает рекурсивно сама себя с вот этими объектами внутри. И вот как вы думаете, почему мне вот здесь TypeScript поругался? Вообще, наверное, ничего не видно, да? Поэтому вы ничего не думаете. Ничего не видно. Ну, окей. Собственно, здесь, когда я писал этот код, я забыл, что в JavaScript Type of null — это object. И все. И как бы мой код больше не работает. Но на самом деле самая большая проблема в том, что я этого могу и не заметить, если мне никто не поругается. То есть этот код может уйти в production и потом где-нибудь упасть, когда вдруг в каком-нибудь свойстве появится null. То есть когда мы пишем не строго типизированный код, мы как бы разбрасываем себе вот такие вот ловушечки, которые непонятно когда выстрелят. А этого очень хотелось бы на самом деле избежать. Особенно вот таких вот ошибок, зная, какой JavaScript классный. Да, еще одна, собственно, причина, по которой стоит посмотреть на типизированный код, потому что типизированный код писать быстрее. Здесь вот не зря выделен типизированный жирным шрифтом, потому что многие люди, которых вот попадают, они на проект с строгой типизацией и стать скриптом, неважно, они пишут код, а потом его типизируют. И вот это вот в корне неправильно. Потому что если мы изначально пишем типизированный код, если типы данных, которые мы пишем, они находятся в архитектуре нашего кода, мы нивелируем время на отлавливание ошибок типа undefined is not a function и так далее. И пользуемся, ну, как бы в полной мере мы можем пользоваться автокомплитом и автоимпортом в наших IDE-шках. Да, но что же выбрать? Собственно, что же выбрать, когда у нас есть вообще на самом деле очень большое обилие, это не все возможности типизации, прикрутить типизацию для дживаскрипта. У нас есть классный Dart, у нас есть очень быстрый Dart, у нас есть Flow и Reason, основанный на Акамле, у которых нереально мощная система вывода. У нас есть TypeScript и L, про них я ничего сказать не могу. Но, собственно, выбрать можно что угодно. На самом деле не важно, что выбрать, проблема начинается в другом. Когда мы… Проблемы с системой типизации начинаются тогда, когда мы начинаем прикручивать зависимости. И вот, собственно, сколько бы мы ни говорили про скорость, про классную систему вывода, да, ничего не можем поделать вот этим вот. У TypeScript на данный момент более 5000 активных тайпингов на библиотек, для библиотек в NPM. И, собственно, вероятность того, что вы наткнетесь на проект, который не покрыт типами, очень маленькая. Вообще, что, собственно, что говорить? Это ошибка в конвертации в PowerPoint, не обращайте внимания. И что говорить, если view… Вот здесь была цитата из roadmap на третьей view, который полностью переписывает на TypeScript. Вот здесь вот можно прочитать немножечко. И вот что меня на самом деле недавно очень сильно удивило, то, что новую опишку хуков для React Redux пишут на TypeScript. Flow, Facebook, Flow, пишут на TypeScript. И все почему? Да, потому что community. Community решает все. Когда мы хотим использовать наш код, мы хотим, чтобы нам не нужно было писать тайпинки для библиотек. Потому что это будет, скорее всего, нелогично, это будет долго, и это будет непродуктивно, потому что, скорее всего, мы все не покроем. Но на самом деле есть еще одна причина, почему стоит выбрать одну из этих систем типизации, это аутсорс. Ну, все мы здесь, скорее всего, представители аутсорса. И с этим, ну, как бы, от этого никуда не деться. Поэтому вот нам всегда приходится сталкиваться с чужим кодом. Но это неизбежно. Заказчики приходят к нам с кодом, или внутри проекта проект мигрирует, внутри компании мигрируют проекты. Также, вот, сейчас. Нам приходится сталкиваться с чужим кодом. Из-за этого получается… Это, на самом деле, немножечко напрягает, но ладно. Когда мы получаем наш проект, мы хотим иметь такой инструмент, который мы можем взять и начать писать типизированный код на любом проекте. То есть к нам пришел проект, он написан ужасно, ну, как обычно, и мы хотим продолжить и начать писать типизированный код. И, собственно, вот здесь возникает проблема в использовании всех типизаций. Потому что взять и начать писать код на другом языке мы не можем. Поэтому, собственно, вычеркивается elm, reason и так далее. Остается flow и TypeScript. И вот то, о чем, на самом деле, очень многие не знают, это то, что TypeScript облагает гораздо более лучшим выводом типов из чистого JavaScript. То есть вот здесь мы написали чистый JS, импортанули его в TypeScript, и TypeScript понял, что эта функция возвращает строку. Flow нет. И вот как бы сильно... Это, кстати, на самом деле немножечко странно, потому что у Flow очень крутая система вывода типов, но Flow ломается чуть более чем полностью, когда вы начинаете работать с чужим нетипизированным кодом. Он просто отключается. Если вообще не использовать викмод, то он будет просто маркировать любые импорты как Any. Викмод даже однажды убрали. И аргументировали это очень интересным образом. Сказали, что вообще у нас в Фейсбуке никто этим не пользуется, поэтому мы, собственно, выпилили и даже в чинжлоге это не написали. И что Flow, что TypeScript компании пишут для решения своих проблем. Интересно, что TypeScript, компания Microsoft использует TypeScript для автодополнения и автоимпортов в Visual Studio Code. То есть вот этот вот вывод типов из JavaScript обусловлен тем, что Visual Studio Code работает, релается на TypeScript, когда анализируют ваш JavaScript код. То есть когда вы сейчас пишете код на JavaScript в Visual Studio, вы все равно используете TypeScript. Кстати, интересный лайфхак, что можно просто установить типизаторы, пакеты с типизациями для TypeScript, положить в root вашего проекта в файле кts.config.json и получить абсолютно точно такой же автокомплит по всем файлам, по всем зависимостям вашего проекта, как это было бы, если бы вы использовали TypeScript. В Flow же компания Facebook используется для решения своих проблем. А, видимо, для Facebook важнее, чтобы ваш код работал более правильно, потому что в TypeScript есть вот этот вот волшебный оператор, восклицательный знак, который говорит, что в этом контексте ваш код, ваши переменные не будут undefined. И вот честно, сколько я ловил уже ошибок из-за использования вот этого вот чертового восклицательного знака, будет он не ладен, но все продолжают его использовать, потому что это действительно удобно в некоторых моментах. Я понимаю это. Это немножечко тоже такой резкий переход, но у нас на самом деле тоже время есть. И сегодня тоже последняя тема, о которой я хотел бы поговорить, это вражеские технологии и проблема узкой специализации. Каждый разработчик, каждый JavaScript-разработчик скажет, что его фреймворк самый лучший. И как бы вот, хотя это обычно не уходит дальше, чем холивары на кухне, но это вот зарождает веру в то, что ты делаешь. То есть очень важно верить в то, что ты делаешь. Когда мы пишем код на одном фреймворке, у нас возникает проблема узкой специализации. Собственно, вот эту проблему можно описать тремя словами. Senior Angular 1x Developer. Да, вы понимаете, циферка важна. И никто не хочет быть продавцом видеокассет сегодня. Собственно, никто не хочет быть Senior Angular Developer. И что, собственно, с этим можно сделать? Активно изучать то, что предлагают вам альтернативы. Вот о наболевшем немножечко. Я ярый противник Redux. Потому что Redux — это ментально сложная система. Точнее, не Redux, а инфраструктура вокруг Redux. Кто не знает, Redux — это Management State для React и MobX тоже. Когда мы используем Redux, не дай бог, еще сверху накручиваем Redux Saga, мы получаем действительно очень сложный для поддержки код. Особенно, когда в этот код входит новичок. Рассказывать про то, как работает Redux и то, как вообще работает инфраструктура вокруг Redux, занимает больше времени, чем на понимание самого React. И это как минимум странно. У Дэна Абрамова, у создателя Redux, есть интересная статья на Medium. You might not need Redux. Вам, возможно, не нужен Redux. Где он описывает проблему того, что Redux тащат за собой в каждый проект. Кстати, очень похоже на то, как Node.js-разработчики тащат за собой во все проекты нереаляционную базу данных в виде MongoDB, хотя 90% данных, которые мы храним, — это реаляционные. Там, в этой статье, Дэн Абрамов описывает, на мой взгляд, вот эти три основные элемента, которые дает нам Redux. Здесь можно прочитать внизу, что главная проблема, которую решает Redux, это представление изменений в вашей системе в виде plane-объектов и чистых функций. Благодаря этому мы можем шарить вот эти изменения в системе по нетфорку с помощью сокетов. Мы можем, например, приотачивать их к бэк-репортам, что, наверное, очень важно для Фейсбука. И также очень просто, на самом деле, делать undo-history, то есть вернуться назад, вернуться вперед. Но во всем остальном Redux приносит в любых других проектах, если вы этого не используете, он приносит лишнюю многословность. Мне было лень, на самом деле, прикручивать слайдик с Redux, потому что это заняло бы три слайда, поэтому я прикрутил только слайдик с MobX. Вот, собственно, на этом скрине отображается то, вот проблему, которую решает MobX вот здесь, нужно записать четырьмя файлами в Redux. И в большинстве случаев мой ленивый разработчик очень сильно ругается, когда после того, как он попробовал вот это, он ругается на Redux. Но еще одна большая проблема в том, что Redux, в Advanced Guide где-то внутри Redux написано, что его highly recommended использовать вместе с такой библиотечкой, как Reselect. Потому что если его использовать просто так, и у вас есть какие-то computed data, которые вы хотите вычислять на уровне Redux, ваше приложение становится очень просевшим по оптимизации. Вот, собственно, как выглядит пример с Reselect. Пример с Reselect выглядит вот так вот. Я не буду обидеть, что здесь происходит. И вот, собственно, как это выглядит в MobX. И вот лично для меня вот такая запись гораздо более читабельная, более понятна, и это очевидно. И я готов терпеть возможные недостатки технологии, ее непопулярность, приобретая быстро поддерживаемый и чисто читаемый код. Еще одна очень интересная вещь, связанная с MobX, это то, что он быстрее, чем Redux. Как бы странно это ни звучало, MobX на самом деле очень похож на то, как работает Vue. То, как работает Vue.js и то, как работает Observer Vue, примерно так же работает и MobX. Благодаря этому стандартный CRUD, добавление на больших количествах элементов, очень сильно оптимизируется MobX. Собственно, вообще, когда вы пишете приложение на MobX, вы получаете производительное приложение из коробки, вместо того, чтобы дополнительно оптимизировать Redux приложения. А это всегда необходимо делать. Ну вот, собственно, куда бежать? Вот то, что я сейчас наговорил, куда бежать нужно? И что делать, чтобы быть продуктивнее? А никуда бежать, в принципе, и не нужно. Важно задуматься над теми порывами неправедной лени, которые возникают внутри вас, то, что делает вас медленнее. И, возможно, от этого можно избавиться, не переходя и не меняя текущий стек разработки. Но это всегда можно сделать. И важно к этому прислушиваться, а не забивать на это. Собственно, вот и все, что я хотел сейчас сказать. Спасибо. Очень приятно было производить здесь лекцию. Классные. Пожалуйста. Спасибо, Дмитрий. Сейчас уже появились вопросы. Да, Максим. Спасибо. Дмитрий, спасибо. Спорный доклад, если честно. Я знаю, хлеварный, да? Не побейте меня, пожалуйста. Я не фронтенд-разработчик, но у меня есть какой-то релевантный опыт в разработке программного обеспечения. И поэтому я хотел бы обратить внимание, и тебя, Дмитрий, и аудитории. Например, вопросы, которые мы пытаемся решить. Мы пытаемся сэкономить время в первых слайдах, убрав операцию открывания через дерево файлов. Это как безопасный рефакторинг. Перед тем, как рефакторить что-то, то есть если мы рефакторим наш процесс, нам нужно выяснить, а, критерии, б, сделать их measurable, повторить, сделать тесты, и только после этого выяснить узкое звено и так далее. Вот в моей работе открывание файла – это не узкое звено. Я намного больше времени трачу на другие активности. Понимаешь? И это вопрос, почему именно была выбрана такая операция «открытие файлов». Все знают shift-shift, все, я понимаю, что мелочь или еще что-то, но меня интересует именно мотивация. Мотивация открытия файлов? На самом деле не все знают про это. Собственно, для меня недавно стало сюрпризом то, что многие не знают про то, что есть автофиксеры ESLint. То есть они фиксят все проблемы ESLint даже руками. И вот в компании, и вообще я часто встречаюсь с проблемами, вот даже открытие файлов. Открытие файлов ничего не может быть банальнее, но приводить какой-то более сложный пример, когда… Это просто было выбрано… Окей, это просто пример. Да, чтобы мы не тратили время, это просто пример. Да, это просто пример. Класс. Тут суть вот в чем. Это все вместе с юнит-тестами, то, что ты говоришь, никто не любит писать тесты, всем надо писать тесты. И всем надо поддерживать линт, иначе билд завалится. И когда вот мы это встроим в наш CICD, то, что ты говоришь, что все любят, тогда это будет работать. Но это будет работать тогда, когда CICD проверяет линт, линтует эти файлы ровно по тем же алгоритмам, по тем же законам, по тем же конфигам, по которым автоформатор форматирует файл. И тогда наступит всеобщее счастье. Просто это нужно сделать извне. Не разработчику сказать «делай», а сделать ему такие условия, чтобы он сам сказал «о, классно». Или «окей, прикоммит, сделать автоформат». Классно. Вот тогда заработает. Это замечание, не вопрос. Еще один вопрос. Получается больше продолжение лекции. Да, юнит-тестирование моки функции А и Б. В корне неверно, что они не должны быть макированы. Когда мы тестируем юнит-тестом один метод, все внешние зависимости этого метода должны быть замакированы. Проблема в том, что многие тесты непродуктивно тестировать интеграционными юнит-тестами. И это был мой поинт. В том, что тестирование определенной функциональности, определенного кода, можно протестировать только интеграционными тестами. Потому что это в чистом виде интеграция. Окей. Звучит немного по-другому, чем было на экране. Поэтому я обращаю внимание. Спасибо. И у меня последнее такое замечание к графику. Я ничего не понял, потому что на нем нет ни единицы измерения, ни меньше, меньше, лучше. Последний график. Последний график. Производительностью, да. Знаешь, больше, лучше, меньше, лучше. Ну, да, возможно, здесь не очень видно. Вызовы, секунды. Да, собственно, здесь вот внизу указаны эти единицы измерения. Где? Это 9 миллисекунд, потраченных на добавление определенной операции. Теперь я знаю. Окей. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Передай рядом сидящему. Спасибо за доклад. У меня парочку замечаний. Если настраивать CI и CD, то по идее это девопсы должны сделать, а не сами разработчики. Ну, не знаю. Они должны поработать то, как это будет двигаться дальше, а уже разработчик не должен этим заморачивать себе голову. Вот не знаю. Для этого придумали специально девопсов. Дальше. Было сказано, что все мы здесь в аутсорсе, но я, например, из product company, поэтому… Я сказал, скорее всего. Было сказано все. Да, прошу прощения. Поэтому мы здесь большинство аутсорсов. Ну, наверное, да. Дальше. Если нужно форматировать код, то умные ребята уже придумали, например, editor config. Да, но editor config не форматирует, например, когда у вас 8 параметров функции, он не переносит их автоматически. Ну, для этого есть другие инструменты, которые я сказал. Шевчук на одной из закладов, что он прикручивал к своему фреймворку. Давно было, давно. Да, было такое. То есть, опять же, был ангуляр полторушный, то есть 1x. Есть хороший пример, когда разработчик на Cobble говорит, я остался последним разработчиком на Cobble, или я получаю шикарные деньги, потому что я последний. Да, но вот кому сейчас хочется быть последним разработчиком на Cobble? Тому, кто будет получать кучу денег. Это хороший point, но проблема была в том, что когда ты остаешься последним, тебе сложнее войти в среду. То есть, если ты программируешь только на Cobble, не только на Cobble, и получаешь за это большие деньги, то почему нет? Тут, как замечает Максим, это всегда входит в тебя. Куча лего-сик кода остается до сих пор, и его не меняют. Опять же, те же самые Pentium и вторые NASA покупала по бешеным бабкам, чтобы поставить свои ракеты, потому что весь софт был написан только под них. Ну вот. Окей, спасибо. Да, тут еще вопросы я смотрю. Сейчас. Ну и насчет Cobble, я скажу, я совсем недавно искал Perl разработчика, тоже, в принципе, очень редкий артефакт. Да, и пожелания там соответствующие, но знания, я вам скажу, не соответствуют пожеланиям. Да. Да, на самом деле, что хотел спросить. Вот, к примеру, есть такой замечательный React Boilerplate, и партнерская команда сделала на нем проект лендинг по Черную Пятницу. Один единственный нот, то есть пункт был запустить, показать и убрать. Собственно, они сделали его на React Boilerplate. Были сделаны, ну, то есть на CI-тесты на Nightwatch, чтобы приезжала машинка, говорила, ребята, у нас alert. И закончилось все тем, что тесты были написаны, да, был написан код, потом полностью был сделан рестайлинг, и в конце на эту машинку просто не обращали внимания, потому что все, что было на UI, не соответствовало уже тому, под что писались тесты, и как бы в данном случае это было оверкилом. То есть я хотел спросить, в принципе, подразну, что под какой размер проектов это, в принципе, нужно. То есть, наверное, не под какой-то… Ну, да, в принципе, если это не какой-то лендинг на один раз, который нужен, то есть никогда это не будет оверкилом. Собственно, ну, да, проекты. Если у вас возникают проблемы с интеграциями тестов, то есть если у вас возникают проблемы с тем, что ваше приложение после, например, очередного обновления пакетов просто не работает, и вы хотите проверить то, что ваше приложение работает, вам нужны N2N-тесты. Но если вы действительно пишете какой-нибудь boilerplate-проектик на один раз, то это опять то же самое. Нужно задуматься. А не затормозит ли это меня? Да, собственно, получается, не все из выше приведенного всегда нужно. Но в большинстве проектов, именно проекты, у которых есть активная стадия разработки, им необходимы тестирование, им необходима активная поддержка тестов. Например, абсолютно не понимаю, когда пишут snapshot-тесты на проекты, которые находятся в активной разработке и постоянно их фиксят. Вот если в конкретно этом случае, наверное, было бы продуктивнее просто написать snapshot-тесты один раз, который очень быстро написать и использовать его. Спасибо. Спасибо, ребят. Еще вопросы есть? Да, есть еще. Вижу. Добрый день. Меня зовут Максим. Вы много рассказывали про тестирование. Можем ли мы сделать вывод, что TDD-тестирование, оно должно быть must-have для экономии времени? Я не услышал еще раз. Можно, пожалуйста? Можно ли сделать вывод, согласно вашего теста, слава-слава доклада, что TDD-подход, ну и вообще тестирование должно быть обязательно для того, чтобы экономить время? То есть я, наверное, хотел сделать… Если мы пишем тесты, мы можем писать тесты таким образом, чтобы они проверяли наш код, и это сэкономит нам время. Но если мы не пишем тесты, то, конечно же, даже TDD-подход будет длиннее. То есть мой главный поинт был в том, что многие участки кода можно проверить просто используя юнит-тесты. Это гораздо быстрее, чем, например, заполнять формочку, отправлять ее и проверять, как там что-то считается на сервере. А когда нужно… Ну, когда вот это понимание, что надо прописать эти тесты? Потому что есть же этап, когда вот, ну, как бы создание, когда ты сам не понимаешь, какой у тебя алгоритм будет… Вот, на самом деле, лучше всего понимать, какой алгоритм будет перед тем, как ты начинаешь писать код. То есть ты садишься писать код, ты должен понять expected result этого кода, и тогда ты можешь написать тест, который будет проверять этот код. Если ты не понимаешь, как работает код, то какой смысл садиться его писать? Тогда, получается, тесты мы можем писать на те задачи, которые, ну, уже для нас привычные. А такие креаторские, ну, что-то новое, когда вы садитесь пишете, тогда в тестах нет пока смысла. Обычно ничего нового не бывает, как говорится. Обычно всегда есть какие-то четкие требования. Но если, собственно, мы не знаем, что мы будем писать, какой expected result, то и тест у нас не получится написать. Ну, это логично, наверное. Спасибо. Еще вопрос был. Спасибо за доклад, Дмитрий. Мне очень понравилось. Есть такое продолжение оптимизации работы. Вопрос. Когда программа выходит в продакшн, он очень много времени тратится на то, чтобы понять, как насиловал клиент программу. Какие есть программы, которые ловят баги и говорят о том, что было использовано, ну, что пользователь делал с кодом? Вот на самом деле, опять же, автоматический снапшот тестов, снапшот редакции, история редакса экшенов и стейта может помочь очень сильно, потому что вы можете использовать редакт с DevTools, например, чтобы загрузить туда фейковый стейт и фейковую историю экшенов и прямо смотреть в реальном времени, что делает этот код. Но я, честно, с таким ни разу не сталкивался. У меня, ну, то есть, я, опять же, наверное, потому что я представитель опенсорса, не было таких задач, чтобы проверять, вот реально, как работает. Обычно проверяешь долгим и пристальным взглядом. Хорошо, спасибо. Так, еще последний вопрос. Да, у меня не столько питаний, столько зауважений. Ты хейтив код каверич в тестах, але, как минимум, при самих же написаниях тестов ты при код каверичі, да, ты можешь бачити, в які, например, умови ты заходил, в які не заходил, и взагалі, ну, переверить, що твій тест робить. Без код каверича ты, ну, просто передаешь там якісь певні параметри, а ці параметри не спрацьовують при цій функції, ти просто функції не викликає, например, при якомусь кондішені, да, вот. Просто код каверич не стоит использовать как метрику, к которой мы стремимся. То есть не стоит использовать, не стоит стремиться к 80% каверича. Каверич абсолютно точно замечено, что каверич очень полезен, особенно, когда мы хотим проверить, какие функции вызывали. Несомненно, есть в этом польза. Но сказать, что мой код будет работать на 100%, потому что я покрыл тестами свой код на 100% нельзя, потому что тесты должны проверять функціональность полностью. Да, стремиться всегда, конечно, стоит, но следить за тем, что ваши тесты реально делают, тоже очень важно. Хорошо, спасибо Дмитрию. Ребят, если у вас еще есть вопросы, вы можете задать их на перерыве. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok